Рекламный флайер притворяется платежкой. Пермяки в массовом порядке получают странные квитанции с призывом в кратчайшие сроки заказать проверку индивидуальных приборов учета воды. Компания, развернувшая бумажную осаду подъездов, запугивает потребителей возможным увеличением платы за воду и предлагает выезд своих специалистов на квартиру. Что за этим стоит, разбиралась Евгения Караксина. Все чаще жители пермских многоэтажек находят в своих почтовых ящиках объявления в стиле коммунальных квитанций. Одно из них, например, из единой городской службы по учету водоснабжения. Компания предлагает свои услуги по опроверке или замене индивидуальных приборов учета воды, проще говоря, счетчиков. Причем делает это крайне навязчиво и даже угрожает. В бумаге она нарочито упоминает федеральные законы, штампы повторное извещение и берет на испуг. Якобы, если гражданин не воспользуется их услугой в срочном порядке, то при расчете водопотребления будут применены повышенные коэффициенты. То, что пишут в рекламных листовках, что вам будет сразу же начисляться повышенная плата, это неправда. Данные организации, они вводят жителей в заблуждение в отношении стоимости этих услуг. То есть, как минимум, в 4-5 раз они их завышают относительно того, сколько они стоят реально на рынке. Поэтому, прежде чем принимать их предложение, необходимо изучить всю информацию. Мы позвонили по номеру телефона, указанному в извещении, попали в некую городскую сервисную службу. На том конце провода активно призывали согласовать дату и время проведения проверки приборов учета. Убеждали поторопиться. Есть аккредитация, лицензия, все есть. Давайте я вас запишу, сейчас за конца недели у нас уже идет срок повышения на все. В компании «Новогор-прикамье» напоминают, проверять счетчики действительно нужно, если истек так называемый межпроверочный интервал, который определен производителем прибора в его паспорте. Как правило, это от 4 до 6 лет. Но такую проверку уполномочены проводить лишь в сертифицированной организации, которых в Перми всего две. Всю информацию по этой теме можно узнать на сайте новогор.перм.ру или позвонив в контактный центр компании по телефону, номер которого сейчас на экране. Евгения Караксина, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.